Здравствуйте, дорогие зрители! Мы с вами сегодня о том, что вы получили G-классы. Г-классы 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 Продолжение следует... 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 Жалпы не счастливы. Сколько задач надо решить для того, чтобы пройти на второй тур? Нет такового барьера, сколько задач нужно решить, чтобы пройти на следующий тур. Мы просто берем и, можно сказать, отбираем несколько учеников, которые наберут наибольшее количество баллов. И, соответственно, они пройдут на следующий тур. И в следующем туре еще раз будет экзамен. Дальше уже, наверное, поговорим позже. Так, если теперь мы салки и три аллаза дарматит? Бер есебтки гана булать, а бисге? Да. Бер есебтки гана булайша. 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 Руこれ еще раз. Покажите хотя бы один пример задания, которое обязательно будет во втором туре олимпиады с пошаговым решением. Конечно, мы не можем показать конкретно ту задачу, которая будет на олимпиаде, но я вам покажу очень похожую задачу. скажем так. Условия, можно сказать, одинаковые. Представьте себе два радиолокационных прибора, скажем так. Это источник сигнала, то есть источник номер один и источник номер два. Если спустить какой-то сигнал от источника один, у нас есть отражательная поверхность, соответственно, сигнал дойдет до отражательной поверхности, отразится и обратно вернется через какое-то время t. Скорость распространения радиоволн в воздухе или в вакууме равна c, c равна, c это скорость света, равна 3 умножить на 10 восьмой степени метров в секунду. Можно даже записать сюда, c равна 3 10 восьмой степени метров в секунду. Теперь, если поставить какую-то преграду на путь, который спускается со второго источника сигнала, то, естественно, в самой преграде немножко сигнал замедлится. Соответственно, общее время прохождения у нас будет немножко дольше. Теперь, от чего будет зависеть, то есть, каков коэффициент замедления скорости, вы это уже в школе проходили. Коэффициент замедления скорости, это, то есть, коэффициент замедления скорости и коэффициент показатель, точнее, преломления среды, это один и тот же коэффициент. Этот коэффициент, по сути, равен C деленной на скорость сигнала в этой среде. Соответственно, отсюда, если вычислить V, то есть, скорость, получится у нас C деленной на N. Таким образом, мы с вами сможем найти толщину преграды. Конечно же, преграда обязательно должна быть прозрачной, а то в ином случае, конечно, сигнал не будет проходить, а просто отвозиться обратно идет. Все. Думаю, мы на русском уже ответили на ваш вопрос, да? То есть, объяснили одну тему, да? Так. Тавада Срахтар Нсбарма? Физика по дне на Олимпиадаса Бойнша. Есть еще вопросы по физике? По проведению олимпиады. Так. Так, сорақтарымыз бітті, декой, ойлай. А, мұна эфир, мұна эфир сақталады. 24 сағат бойы, айқанатта болады. Айқанаттын инстаграмында болады. Продолжение следует...